МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так прохождением знамённой группы началось торжественное собрание по случаю 85-летия исправительной колонии номер один. Руководство УФСИН и многочисленные приглашённые собрались в обновлённом, недавно отремонтированном Доме культуры исправительного учреждения. Все, кто пришёл в зал, стали частью большой истории первой колонии, окрещённой в народе соткой. Все вопросы решались и всегда решались именно благодаря людям, благодаря тем, кто несёт с честью и с достоинством службу. Отдаёт всего себя для того, чтобы правопоядок в стране был на должном уровне, права свободы, люди защищались, охранялись и соблюдались. Этапы 85-летнего пути учреждения рассказаны в фильме, подготовленном сотрудниками колонии, где, кстати, есть своя телестудия. 15 октября 1937 года приказом ОНКВД в городе Калинине была организована Калининская исправительная трудовая колония отдела мест заключения. В те времена колония была создана для поставки рабочей силы строительно-монтажной конторе гостекстильстроя. 4 марта 1938 года колонии присваивается номер один. В таком виде она просуществовала до начала Великой Отечественной войны, когда 18 июня 1941 года была ликвидирована. В январе 1947 года ИТК-1 была переформирована в отдельный лагерный пункт 100, откуда и пошло новое название «Сотка». 18 августа 1951 года ОНКВД-100 вновь становится исправительной трудовой колонии номер один, но уже общего режима. А 27 декабря 1957 года ИТК-1 окончательно дислоцируется на окраине города Калихо в поселке Большие Перемерки. В этот день были отмечены не только те, кто в разные годы служил и трудился в ИТК-1, но и представители бизнеса и общественности, чье сотрудничество с колонией длится долгие годы. Грамоты, благодарственные письма, памятные знаки, ведомственные награды. Особые слова благодарности начальник регионального ВСИН Александр Кузьмин и начальник ИТК-1 Владислав Лапин адресовали ветеранам исправительного учреждения, которые передают сейчас свой бесценный опыт новому поколению сотрудников. Сегодня лимит осужденных в ИТК-1 составляет 1400 человек. Здесь действует изолированный участок, функционирующий как колония поселения. Два участка исправительных центров. Колония взаимодействует со многими организациями Твери. Так, в кооперации с Тверским вагоностроительным заводом здесь выпускаются более ста наименований металлоизделий. Осужденные работают в швейном и пищевом цехах, выпускают чердачные и винтовые лестницы, пользуются спросом сувенирной продукции учреждения. Здесь есть своя хлебопекарня, вечерняя школа, профессионально-техническое училище. А еще действует церковь в честь святителя Спиридона Тремифунского и молельная комната для осужденных мусульман. Праздничным подарком сотрудникам и ветеранам колонии стало выступление звезд российского шансона, среди которых давний друг учреждения Леонид Телишев. Исправительная колония – это не только место службы сотрудников, уголовно-исполнительной системы, но и место отбывания наказания людей, приступивших закон. Осужденные читают газеты, смотрят телевизионные новости. Ситуация в стране и этих людей не оставляет равнодушными. Не случайно подготовленная к торжеству концертная программа проникнута темой патриотизма и любви к родине. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нас только через себя все пропустили. Я еще под конец, ну в конце в самом узнала, что это еще и авторские тексты, это еще и авторская музыка. И вот, наверное, знаете, родина начинается внутри нас. Вот с чего родина начинается? Да, есть и песня же такая. Она начинается с осознания человека, что без него никак. Вот без меня никак. Потому что я в меру своих сил для этой страны, в которой я живу, в которой я люблю, сделаю все, что я могу. Без этих ребят, которые до воли и судьбы оказались в правительной колонии. Но даже вот такими своими выступлениями они приближают победу, они делают осмысленным каждый день своей жизни. Это нереально, это очень дорогого стоит. И тут спасибо всем и самим ребятам, и, конечно, руководству, которое сделало возможным создание такого творческого коллектива. В завершении юбилейных мероприятий у административного здания исправительной колонии номер один была торжественно открыта доска почета, на которой представлены 12 действующих, отличившихся в службе сотрудников, и 12 ветеранов, отдавших этому учреждению долгие годы своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok